Сейчас мы начнем знакомиться с серией Престиж ракеты КВЭД. Серия Престиж, то есть отличие от серии ШПИД, которая более короткими замахами. А серия Престиж требует классического старого длинного замаха до встречи с мячом. Это ракетка, которая любит длинный замах до того, чтобы встретиться с мячом попасть. Хорошая ракетка с хорошим контролем. Если вы сумели ее разогнать, и тогда она очень хорошо играет, с хорошей точностью. Это самый хороший контроль у ракетки. С чего дохеряется контроль мяча на корте? В первую очередь это из размера головы. Из тех ракеток, которые у нас сейчас представлены, у нас есть ракетка с головой 93. 93 дюйма, это маленькая размер головки на сегодняшний момент. Это Престиж Реф Про, то есть это старая модель, ютековская, комфортная ракетка для многих игроков, которых играли раньше. Если было это время, то есть они хотят вспомнить, как играть в теннис, для них очень прекрасная ракетка с хорошим комфортом, с хорошим контролем, то есть мяча. Молодые юниоры, к сожалению, не справляются с этой ракеткой, то есть они не могут попасть хорошо центром, у них по-другому летит мяч. Техника игры на сегодняшний момент не позволяет играть ракетками с ободом 93, 93, то есть для них больше предпочтительно ракетка 99, 98 или как минимум сотка, а то есть вторая голова. Чем же может играть ребенок, ребенок, который достиг возраста 16-17 лет, то есть серии Престиж, то есть он любит длинные замахи, хорошие, то есть удары. Начнем с серии Престиж С. Это, будем говорить так, самая легкая ракетка в серии Престиж, она весит 295 грамм, нынче идет голова 99, перед этим была 98 голова, тонкий обод, который позволяет на хорошей скорости, когда пробивается, хорошо контролировать мяч, и этот мяч попадает в корт. Одна задача попасть центром, попасть центром, почему, потому что здесь достаточно хорошее сочетание количества струн, и струны расположены в центре, очень близко друг от друга, то есть здесь игровое поле очень маленькое, и это игровое поле требует очень хорошего попадания центром по мячу, но ракетка с превосходным контролем, то есть фактически, если человек научился разгонять эту ракетку до встречи с мячом, с длинным замахом, он попадает в любую часть корта без проблем, то есть эта ракетка очень хороша для игры с лета, выполняет драйвы, то есть подача очень хорошо летит, прекрасная ракетка с хорошими характеристиками. Спортсмен, которых это может себе позволить, все же возраст 16-17 лет как минимум, 16-17 лет с хорошей поставленной техникой, с длинными замаками, с длинными замаками, одноручно, достаточно хорошо летит мяч, можно, конечно, играть ракеткой двумя руками, то есть слева, то есть мы выполняем, но говорю, что одноручный мяч, одноручной рукой очень хорошо летит мяч. За счет тонкого обода очень хорошо контролируется мяч, он удерживается на струнной поверхности, после этого мяч улетает в нужном направлении. Самый главный вопрос еще в том, что эту ракетку желательно тянуть струнами по толщине, самой толстой, то есть 1,2. Толще не рекомендую тянуть эту ракетку, потому что обод перестает играть, обод перестает смещаться, вы тем самым уменьшаете игровое пятно, нарушаете движение струн, то есть в самих грометах. Поэтому использовать для серии «Престиж» нужно струну, то есть 1,2. Это одно из лучших сочетаний тогда струнной поверхности, струн именно с ракеткой толщина 1,2. В этой серии присутствуют и любительские ракетки с большим ободом, более легкие, 280 грамм, большим размером головы. Они созданы для более любительского тенниса, для девушек рекомендуемых иногда, просто приобретать очень хорошую ракетку с весовыми категориями. Ее можно облегчить, сделать весовые категории, сделать правильную длину под любого игрока. Сюда можно устанавливать любые струны, в том числе 1,25 и 1,3 по соотношению к профессиональным ракеткам, которые, то есть РЕФПРО, ПРО, СКТУ. Коснемся дальше вопросов профессионального спорта. Если вы достигли возраста 17-18 лет, есть смысл перейти на ракетку Престиж Тур. 305 грамм. 305 грамм. То есть замечательный вес, хорошее сочетание. И для спортсмена, для спортсмена 17-18 лет, хорошей комплекции, очень хорошая ракетка с хорошей скоростью контроля. Но всегда, еще раз говорю, для Престижа нужен длинный замах. Если вы не обладаете длинным замахом, рассматривайте другой вариант, но не Престиж. Престиж требует хорошего разгона мяча, то есть длинным замахом тогда у вас летит мяч. Фактически серия Престиж, то есть она обладает наименьшими количествами ракеток, которых являются турнирными ракетками. То есть здесь нету такого большого разнообразия, как в серии, то есть, ну, ШПИД, то есть, а здесь фактически у вас есть право выбора, то есть, ну, Престиж СК, потом переход на Престиж Тур, то есть, ну, и Престиж ПРО. Импишка, серия МИД, то есть это редко кто играет, почему? Потому что размер головы, то есть, меньше, и турнирные игроки предпочитают, предпочитают все же размер головы побольше. Особенно сейчас молодежь, которая, которая не всегда научилась смотреть на мяч, не всегда попадает. Поэтому для этих игроков, то есть вы можете, если вы наблюдаете у игрока длинный замах, длинный замах, то есть он попадает центром, он любит выходить играть с лёта, вы можете ему порекомендовать ракетку Престиж, Престиж с хорошей, хороший технический, хороший контроль. Если это ему нужен, если ему нужен контроль над мячом.